Всем цифровые фантазии, пацаны! Сегодня у нас трек Гонфлада, который с натяжечкой, но совершенно точно можно назвать хайпер-поповым. Это трек Атомы. Атомы сознания, если Алды здесь, конечно. Ну а как только под этим роликом будет 3000 лайков, я начну работать над следующим разбором трека с EP Гонфлада. Так что, если вы хотите еще один разбор с EP Гонфлада, то ставьте лайк под этим роликом, я уже скоро начну работать, потому что как минимум от двух треков я практически в восторге. А наш темп на сегодня 150 ударов в минуту, и добавим первым делом серум. Сколько серумов нужно для счастья? В нашем случае сегодня 6, потому что у нас будет 6 инструментов. Вот этот пресет я использую для основного звука. FX заходим, дилей и ревер подключаем, релиз убавляем, чтобы хвостик был покороче. Always. Ну не такой длинный, а типа 20-22 секунды идеально. И пропишем основную мелодию. Наш скейл на сегодня, это G Natural Minor, и естественно первый аккорд это G. Только его опустим на октаву вниз, а среднюю нотку поднимем. Вот такой звук мне нравится. Тун-тун-тун. Там как-то так играется. Следующее. А-шарп-мажор. Тун. И это будет у нас движение вниз, соответственно D-шарп-мажор. Добавим нотку D еще одну к этому аккорду, чтобы у нас появилась септ-аккордовая неопределенность. Теперь мелодия звучит, она как-то... Ту-ра-ту-тун-ту-тун. Угу, угу. Тун-тун. Тун. Это именно та мелодия, которая звучит в треке, но по крайней мере я ее так услышал. Теперь выделяем наверху Ctrl-B, 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 чтобы продлить на 8 тактов и добавим, естественно, еще один серум. Потому что есть еще один звучок, который мне понравился. Он пока звучит не так. Отключаем Noise и Sub, Reverb и Delay. И делаем его просто подлиннее с помощью D-кея. Always поставим 20. Если мы сделаем сочетание двух этих звуков, будет, по-моему, просто бомбический Ctrl-C, Ctrl-V. Только поднимем этот звук на октаву вверх. И добавляем еще один серум, в котором мы добавим такие атмосферные аккорды на задний план. По-моему, они там есть, я их услышал, поэтому я их добавляю. Вот эти паки пресетов, они бесплатные, так что либо ссылка, либо название в описании их будет. Вот этот звук. Атмосферный звучок, Reverb. Отключаем. Вот так вот, с Ctrl-Shift-ом зажатым. Ctrl-C аккорды копировали. Переходим в серум, вставляем Ctrl-V. Только на октаву вниз. И подлиннее. То, что нужно, наверху выделяем. Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Идеально. Ну и в комментариях вы можете написать, какой из релизов этой пятницы вам показался самым интересным. Вы, наверное, поняли, что мне самым интересным показался релиз Gone Flada. Если вам показалось так же, то можете в комментах написать, какой трек из этих шести вам показался самым прикольным и почему. Если вам не понравился Gone Flada, то напишите, какой релиз вам зашел. То есть, какой трек, какой альбом. Потому что их тоже довольно много вышло на этой неделе. Мне будет очень интересно почитать. И, собственно, может прислушаться к вашему мнению. Может что-то другое взять в разбор. Вообще, все драмки сегодня из Майка Жары. Вы легко сможете их подобрать. Собственно, название на экране. Басец. Правая кнопка мышки Cut It Self в первую очередь. Первая нота, естественно, Ж. Что нужно сделать первым делом с басом в HyperPup в пум-треке? Вот это. Нормально. Только не так сильно. Я кью еще добавил. Чтобы перегруз был контролируемым, я все эти сермы переименую для своего удобства и скину на микшер. А на микшере чуть-чуть убавлю. Какой-то такой звук мне нравится. Вот так. Тудун-тан. И, то есть, C. Еще там есть одна дополнительная фишка. Для этого дублируем 808 бас. И его реверсим. И контролируем его продолжительность с помощью Envelope. Заходим в веселые настройки EQ в минимум. И бруста добавляем. И теперь ставим его вот здесь. Нам нужно выставить его в правильной продолжительности. Конечно, можно с помощью настроек сэмпла вот здесь вот эту продолжительность ему задать. Но тогда он будет искаженно звучать. Так что я просто ее подберу. Нет, чуть подлиннее надо. Вот так. Теперь мне нравится. Окей. Бас тоже сразу сбросим на микшер. И повесим на него небольшой клипер. Бас развернутый. Наверху выделяем 4 такта. Ctrl-B. Потому что он повторяется раз в 4 такта. Займемся киком. Нормально. Вот такой буст подходит нам. Чуть потише. Он почти полностью повторяет бас. То есть здесь полностью повторяет. Здесь поставим вот сюда. А здесь полностью повторяет. Clap. Как мы про него могли забыть. Чуть погромче. Rim. Чуть потише. Open Head. Настраиваем его продолжительность с помощью Envelope. Заходим в настройки EQ в минимум. Буста добавляем. Клип включаем. И немножко. Стерео дилей. Совсем капельку. Звучать он будет вот здесь. Наверху выделяем. Ctrl-B. Ctrl-B. Закрытые хеты. С ними чуть поинтереснее. Собственно, как и всегда. Потому что закрытые хеты это круто. Закрытые хеты отвечают за ритм. За звонкость. За яркость. Короче, закрытые хеты это тема. Конечно, сразу им крутим Shift. EQ в минимум. Буста добавляем. Включаем клип. Добавляем громкости. Тут выделяем Ctrl-U пробежечка. Вот, по-моему, так как-то. И вот так. Теперь вот сюда, вот сюда. Здесь одну четверть выбираем. Ctrl-U. И здесь переходим уже на одну треть. И тан-тан-тан у нас будет вот так. Ctrl-B. Здесь мы этот G поставим на место. И вместо вот этого у нас тоже будет точно такая же пробежка, только пониже. Ctrl-B. Готово. Пока все звучит немножко криво, но, по-моему, это добавляет шарма этому бету. Переименовываю я все это для того, чтобы просто посимпатичнее выглядело на микшере. И больше никакой цели у этого нет. Дублируем Ctrl-C, Ctrl-V инструменты в новый паттерн. И добавим еще больше инструментов в Богу инструментов. Или еще больше серому в Богу серому. Короче, нас интересует лид. Такой ляу-ляу на задний план. Он там точно есть в одном моменте. И вообще, вот этот трек мне понравился тем, что он, ну, конечно, при всей своей простоте, он постоянно изменяется. Сейчас все покажу. Мне понравилось. Вот этот лид у нас будет играть. Парт. Вот такой. Только на октаву вниз. У нас пока четыре инструмента, так что добавляем еще один серум, потому что еще двух не хватает. В этом серуме мы возьмем колокольчик из того же пака пресетов. И играет этот колокольчик что-то типа... Титан-та-тан. Та-тан. А шармджи. Выделяем два такта, дублируем. Здесь вместо А будет уже F. И здесь какое-то продолжение. Типа... Та-тан-та-та-тан. И здесь-то... Ага, теперь вот эти четыре такта нам нужно дублировать. И все. Шикарно. И добавляем последний, финальный, крайний, заключительный, как хотите называйте серум, в котором у нас будет играть бас. Вот этот. Он будет почти полностью повторять партию лида. Но здесь вот будет у него еще наверх уход. Вот такой вот. Ту-ду-дун-дун. И нам надо будет чуть-чуть подрезать низкие частоты у лида. Давайте вот эти звуки основные с колокольчиком соберем в группу, а бас и лид трогать не будем. Лиду сразу немножко приберем вниз. И займемся маленькими обработочками. Во-первых, сюда нам нужно повесить прок Q3, чтобы вот эту часть немножко прибрать. А вот здесь мы тоже сильно приберем бас на этих атмосферных аккордах. И вверх, потому что вот эту часть мы все равно не слышим. И теперь на групповом канале их немножко в сайт составляющей убавим вниз. А в мид составляющей середину. И чуть-чуть вверху. И еще я хочу сделать основной посыл с реверберацией для инструментов, тоже вольхалой. Выбираем whole bright hard. Задираем ему срез низких частот. Можем его как-нибудь назвать R-V-R-I. И зароутить его тоже на канал с инструментами. Теперь по чуть-чуть будем отправлять звуки на него. А на колокольчик я еще эко-бой хочу закинуть. Пинг-понг, фидбэка побольше. Вот как-то так. Мне нравится, мне нравится. И еще, если вы досмотрели до этого места, то обязательно подпишитесь на канал. Потому что я уверен, другие мои ролики вам могут понравиться. Так что, если вы подпишетесь на канал, то вы не будете их пропускать. Мне от этого станет очень приятно. Так что, прямо сейчас подпишитесь на канал. Если вы смотрите на компьютере, для этого просто чуть-чуть промотайте вниз. И нажмите кнопочку подписаться. А на телефоне из горизонтального режима переведите в вертикальный. И нажмите подписаться. Ладно, продолжим заниматься звучанием. Чуть-чуть баса добавим. А на клип или на мастере клип немножко убавим. Доводите до 85. Ну и немножечко займемся звучанием ударных. Для этого соберем его групповый канал. И создадим, как обычно, канал с реверберацией. Пресет Room. Tight Room. И снова задерем срез низких частот. И по чуть-чуть отправим все звуки туда. И убавим, естественно, этот канал. А на канал с группой ударных закинем Saturn. Как обычно. Тюби, клин, тюби на высокие частоты. И вот типа. После этого, конечно же, озоны мейджор. Вот этот бэнд задрали. Вот этот бэнд чуть-чуть тоже. Включаем стереоайз. Вот чуть-чуть больше не надо. Достаточно. И совершенно точно поднимем реверберацию для инструментов. Теперь пропишем то, ради чего мы все сегодня здесь собрались. Ctrl-C от аккорда. Идем в какой-нибудь новый паттерн. Ctrl-V. D-Sharp. Потому что там же есть часть с долбежкой. И мы просто обязаны ее прописать. Потому что это кульминация трека. Потом вот этот аккорд. И аккорд Фа-мажор. Ну вот это мы переместим на С. Типа сделаем небольшое обращение аккорда. Чтобы был. Дублируем это на остальные мейн-звуки. Этот покороче. Ctrl-V на первый. Конечно, 808 бас. Он должен здесь долбить. Ну потише. Как-то так. Ctrl-C, Ctrl-V на кик. Alt-K, Enter. Погромче. Теперь хай-хет. Там тоже играет довольно прикольная партия. Начнем с G. Только второй потише. Ctrl-B. То есть каждой нотке баса соответствует свой вариант хай-хеты. Здесь переключимся на одну треть. И вот так, вот так, вот так, вот так. Правой кнопкой мышки тянем громкость вниз. Здесь у нас, по-моему, как-то вот так. И здесь C уже. Все это вместе, наверное, чуть погромче. Еще Open Head играет. Да. Клэпы. Они начинаются во второй половине. Погромче. И рим к ним прибавляется. И еще вот здесь у нас будет. Он будет вообще на всем. Ctrl-C. Идем на бас. Ctrl-V. В то же место. На ту же ноту А-шарп. То есть на октаву выше. Потише. И вставляем то же самое в кик. И чуть потише делать. Теперь чуть-чуть добавим общей громкости. Басу. Нет, давайте все-таки на этом синте на октаву выше еще. О, да. Е-бой. Тотальный, тотальный, тотальнейший е-бой, я бы даже сказал. Теперь мы прописали все партии. Давайте накидаем структурку. Начинается все вот с этих звуков. Еще там был применен эффект Tape Stop. Но его я подробно показал в прошлом ролике. Так что вот по подсказке наверху можете его посмотреть. Там даже в тайм-кодах отмечены эффект Tape Stop. Типа просто то же самое. Я не хочу повторяться слово в слово. Ну и конечно, без этого звука мы обойтись не могли. Вот здесь у нас играет одинокий клэп. И вот здесь у нас идет нарастание громкости хай-хетов. Чтобы не рисовать автоматизации, просто жмем сюда Make Unique. Выделяем все хай-хеты. И вот правой кнопкой мышки тянем Velocity, чтобы сделать нарастание громкости. Звук ошибки сбросим куда-нибудь на микшер. Поставим на него клипер тоже, чтобы придать ему легкого такого перегруза. Клип как-нибудь так, гайд как-нибудь вот так. И EQ в минимум. Почти все. Еще нужно вот здесь вот добавить маленький low-ps в одном месте. Так что на мастер я кидаю бесплатный плагин Dirty Filter. Drive убавляем. LP. Включаем вот эту кнопочку. Крутим LP где-нибудь на 172 плюс-минус. Снова на эту кнопку правой кнопкой мышки жмем. Жмем, делаем Create Automation Clip. На первой точке правой кнопкой мышки Copy Value. Вот отсюда где-то у нас начнется low-pass. Сюда правой кнопкой мышки делаем Paste Value. А вот здесь поднимаем на максимум. Первую точку тоже поднимаем, чтобы был. Ага. А закончится он где-то вот здесь. Так что сюда правой кнопкой мышки Paste Value. И вот здесь уже поднимаем. Ну и конечно нам нужно сделать правой кнопкой мышки Create Automation Clip на Dry Vat. Этого самого Dirty Filter. Чтобы он не влиял на звук больше нигде. Вот здесь вот он включается. Вот здесь вот он отключается. И больше нигде не играет. И перед ним звучит еще такой типа особый снарс. Такие... Но вместо него я использую свой звук. Который использовал в одном из битов. Если вы поняли, что это за бит. То можете написать в комментариях. Но я думаю таких будет немного. Заходим в настройки. Сюда правой кнопкой мышки Take Value, чтобы он стал повыше. Еще EQ немножко ему открутим. И звучать это будет, мне кажется, прикольно. Да! Ну еще вот сюда нам нужно добавить Half Time. Так что на мастер кидаем Half Time. Ничего в нем не трогаем. Просто правой кнопкой мышки на его Dry Vat. Create Automation Clip. И он у нас включится вот здесь вот. Ну и конечно зона на мастере. На Exciter я как обычно выбираю Enhanced High End. На Imagery Enhanced Space. На Vintage EQ просто немножко 200 Гц. На 1 дБ приберу. И вот такие вот настройки на максимайзере. Ну и перед тем, как мы послушаем этот шикарный, надеюсь, по вашему мнению, биток. Напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я. Который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании. Можете написать мне в Инстаграме, в Директ или ВКонтакте в личные сообщения. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И если это видео показалось вам капельку интересным, полезным или просто понравился биток, то смело ставьте полностью заслуженный лайк под этим видео. Ну и конечно же, конечно же, конечно же, подпишитесь на канал. Вам это ничего не стоит. А мне от этого станет очень хорошо, очень приятно. И вы не будете пропускать мои свежие ролики. От этого мне тоже будет очень хорошо. Ну и на этом уже точно все. Надеюсь, вам было интересно со мной в этом видео. И я буду ждать вас в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok